Всем здарова, народ! С вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня, ребята, обсудим майнинг. Многие из вас пишут, Эдгар, ты занимаешься майнингом или нет? Что ты знаешь про майнинг? Что посоветуешь? Стоит ли заниматься майнингом? В общем, вопросов просто огромное количество на протяжении всего того времени, сколько я говорю про инвестиции в мир блокчейн, криптовалюта. Так вот, я всегда, конечно, хотел заняться майнингом, но так и не добрался до этого майнинга. Могу сказать, что у меня есть мой брат, который живет в Америке. И много лет назад я уже снимал ролики про это. Я даже у него интервью брал, и мы беседовали. Так вот, он там закупал оборудование. Живет он в Америке, в Глендалл. Армянский там райончик такой есть. И он покупал разные асики, устанавливал у себя дома. Но и как бы есть плюсы и минусы всего этого процесса. Я у него брал информацию, насколько выгодно это делать, невыгодно. В любом случае, это добыча крипты. Тут есть очень много нюансов. Сколько стоит электричество? Какое ты оборудование купишь? Где его купишь? Это новое? БУ? Насколько это гарантированно будет работать? И от этого всего зависит, сколько ты заработаешь. Он в итоге зарабатывал, заработал. Но в какой-то момент отказался от этого. И пишет, что Эдгар, я все свое оборудование продал и майнингом заниматься не хочу. И мы начали беседовать. Я говорю, а почему ты не хочешь заниматься майнингом? Я просто переключился уже на облачный майнинг. И вот с того времени частенько обсуждали вот этот момент, что такое облачный майнинг, стоит ли заниматься самому лично этим всем делом. И мой личный опыт, исходя из общения с моим братом, привел к тому, что проще, конечно, просто взять и заняться облачным майнингом. Я сначала не понимал, как это работает. Потом стало все понятно, в чем вообще заключается суть. Почему он отказался от майнинга? Потому что, ребята, это очень шумно. Для этого нужно место. Он просто взял в своем доме, одну комнату выделил, поставил асики. Они шумели так, что у него потом уже голова болела от этого всего дела. А в Америке там брать какие-то помещения, это очень дорогостоящая штука. У нас еще можно как-то в России какую-то сарайку там организовать, закинуть туда оборудование. Но это тоже нужно сделать все грамотно, чтобы у вас не было слишком много влажности, чтобы это не перегорело, чтобы не мешать этим шумом соседям. Там также нужна розетка такая, да, электричество, чтобы у вас просто не погорело. В общем, его запарил вот этот шум. Потом очень много выделялось тепла. А там у них и так жарко. И он уже забаррикадировал свою комнату, сделал вывод на улицу. В общем, там где-то больше года он майнил. Он заработал, конечно. Но в итоге все это дело слил и занялся облачным майнингом. И вот сейчас, когда вы мне задаете вопрос, чем заняться. И если вам нравится вот эта тема с майнингом, есть платформы, которые предоставляют возможность брать в аренду эти асики. В общем, в чем суть заключается. Компания сама занимается тем, что находит помещение, покупает оборудование, устанавливает, находит дешевое электричество. У них куча специалистов, которые все это контролируют. Что-то сломалось, подчинили, заменили, установили. И это предоставляется в аренду. Короче, они на себя берут все заморочки по поводу, какое оборудование, где купить, куда установить, как подключить, как это все дело настроить. А тот человек, который хочет заняться майнингом и не хочет заморачиваться всем этим делом, просто заходит на сайт такой компании, регистрируется и выкупает у них в аренду это все дело. Тут есть несколько вариантов, как это сделать. В общем, суть простая. Заходите, регистрируетесь в кабинете. Потом выкупаете себе, на сколько дней вам нужно и что вы хотите майнить. Тут есть разные монеты. Кстати, это платформа, которую мне он порекомендовал, через которую уже работает достаточно долгое время. Почему именно эту платформу порекомендовал? Потому что эта компания работает с известной компанией, которая предоставляет оборудование. Называется BitMine. В общем, BitFuFu сотрудничает с BitMine. Я зашел, посмотрел вот эту BitMine. Здесь прописано, ну в общем, это топовая контора, ее даже что там рассказывать про нее нет смысла. Если вы хотя бы чуть-чуть каким-то боком касались понятия майнинга, то достаточно давно крупная компания BitMine выпускает всякое разное оборудование. И они состыковались как раз таки с этой компанией и совместно работают. В общем, гарантия того, что здесь нормальное оборудование, которое будет работать. И вот они на главной страничке про это как раз таки прописывают. Стратегическая инвестиционная платформа BitMine. Располагая ведущими в мире ресурсами майнинговых машин. Мы предоставляем цифровые активы по более выгодной для вас цене. С первого взгляда, конечно, заходишь, тут куча много всяких цифр, слов, что это такое, не совсем понятно. Но суть тут, в общем, ребята, одна. Я зашел, зарегистрировался, стандартная регистрация. Заходишь, там почту вписываешь, приходит на твой мейл письмо. Вбиваешь, переходишь, у тебя свой личный кабинет. Заходишь в раздел своего кабинета. Вот таким образом выглядит ваш кабинет. Здесь можно пополнить свой баланс. Пополняется баланс разными монетами. Они работают, в принципе, самыми ходовыми монетами. Но тут самое главное USDT есть. Все, вот, можно посмотреть. BITOK, USDT, ETH и BITCOIN CASH. Здесь есть раздел «Мой баланс». Потом есть «Моя шахта», «Конвертация хэшрейта». И «Мой хостинг». Вот, покупка майнинговых машин. «Электричество» раздел. «Мои заказы». Если вы делаете заявку, то это будет у вас в этом разделе находиться. Тут есть раздел «Пригласить друзей». Ну, я так понял, здесь реферальная программа. Вы можете зарабатывать на том, что приглашаете кого-то сюда. Но я, ребята, на этом не зарабатываю. Если вы вдруг подумали, что я сейчас хочу вас пригласить, вы зайдете, а я сделаю, типа, деньги. Нет, чтобы это сделать, для этого нужно самому здесь заняться майнингом. Для начала, и правильно они сделали. Чтобы рефералку просто делать нефиг, люди не раскидывали. Если ты заходишь, арендуешь, работаешь с компанией. Также тут нужно пройти проверку KYC. И нажимаешь, проходишь. Все официально. Если есть вот такая проверка, это значит, есть хорошо. Некоторые люди думают, что проверки на разных биржах, прохождение KYC, это типа что-то, какая-то подстава. В действительности, это как раз-таки показывает и авторитет компании, что здесь нет непонятных фейковых людей, систем. Чтобы работать с компанией, ты должен пройти официально регистрацию. И можешь с ними сотрудничать. И когда ты это все сделаешь, у тебя есть возможность поделиться своей рефералкой. Заходят люди. Если ты кому-то рекомендуешь, то еще с этого получаешь процент. Но это так, как бы между делом. Может быть, это вам нафиг не сдалось. Но если хотите, есть такая штука. Я лично тут просто зарегистрирован. Еще у меня нет майнинговых мощностей. Сам это все дело рассматриваю. Но мой братан уже этим давно занимается. И мне порекомендовал. Так что я вам просто про это рассказываю. Так как задаете эти вопросы, типа многие даже мне пишут в личку, что готовы купить оборудование и мне продать. Кто-то мне пишет, говорит, давай вместе скинемся, купим майнинговое оборудование, будем майнить, ну и так далее. В общем, сами понимаете, я говорю про крипту. Есть люди, которые тоже занимаются. И при этом с разных стран, не только из России, с разных стран, кто этим занимается. Говорит, давай совместно сделаем то, сделаем это. Со всеми, конечно, хочется сотрудничать. Блин, ну на все это дело нужно деньги. А самая возня это, вот я посидел и подумал, блин, вот возьмешь сейчас майнинговое оборудование, вот оно приедет, что это за оборудование, да? Вот сам закажешь, какую-нибудь бэушную фигню тебе подгонят, включишь, сгорит на следующий день. И вот тебе, пожалуйста, ты майнер. И как-то, знаете, у меня есть такие знакомые, покупают майнинговое оборудование, они радуются, что, ну, типа по дешевке, со скидкой. Так они не понимают, что они купили уже израсходованные аппараты, которые поработают у них 2-3 дня и сгорят. Ну, в принципе, так и происходит. И в итоге ты ничего-то и не зарабатываешь. Тут нужно прям, знаете, внедряться, знать, где покупать эти аппараты. Все это дело грамотно подключить. Я как-то, у меня, знаете, времени на это нету. Ну, и если я буду этим заниматься, то только вот облачный майнинг. Компании занимаются этим. Ты просто арендуешь и получаешь с этого деньги. Тут есть еще раздел «Мои купоны». Тут, наверное, будут появляться какие-то плюшечки, фишечки. Ну и раздел, короче, настройки, где заходишь и можешь все настроить. Там социальные сети подключить и все такое. Так, на главной страничке есть все разделы. Тут показывается, с кем они работают. Имеется в виду, какая криптовалюта. Допустим, добыча битка или вот эфира. Рекомендовано. Хешрейт. Какие есть услуги. Настройка вычислительной мощности. Хеджирование выхода. Индивидуальное решение для хостинга серверов. Служба поддержки. Также есть у них своя телега. Вы переходите и можете сюда. Конечно же, не можете, а нужно сюда подписаться. Потому что у них здесь периодически, как я понял, выходят новости. И есть от компании всякие разные плюшки для новичков. Ты получаешь там хешрейт на халяву. Много чего интересного. Но для этого нужно зайти здесь, отслеживать, что тут есть. Какие у них есть новости. Вот. Поделись реферальной ссылкой. Вот только что я заходил. Тут одна была новость. Сейчас уже другая. Вот. Подарок. Выполните первый заказ. Получите бесплатный майнинг в течение одного дня. Эксклюзивные скидки больше скидок, больше преимуществ. В общем, если вы заходите, подписываетесь. И они тут выкидывают периодически какие-то халявы. В общем, если хочешь в это все дело залететь. Нажимаешь, открываешь, изучаешь. Смотришь, что есть. И получаешь какую-нибудь скидочку или подарок. Ну, это стандартная штука. Любая крупная компания сейчас имеет свою телегу. Заходишь в телегу и там, короче, вся информация есть. Заходите и изучайте. Я тут посидел, подумал. Вот тоже у меня вопрос такой возник. В чем прикол? Когда про облачный майнинг заговорили с моим братом, я спрашиваю, слушай, а в чем вообще смысл? Ну, сразу, знаете, сходу такой вопрос был. Ну, а что они сами не майнят? Ну, вот у них аппараты, пусть ставят да майнят. Нафига им я нужен? Ну, на это есть, ребята, четко понятный ответ. Здесь в чем суть заключается. Компания покупает оборудование, устанавливает. Вы оплачиваете определенные суммы, чтобы зайти и в этом участвовать, чтобы добывать, допустим, тот же эфир. Компания получает стабильный доход от аренды, от предоставления вам аренды. И они точно зарабатывают в месяц конкретную сумму. Это стабильные деньги. Вы же хотите заработать криптовалюту, а у криптовалюты есть курс. Курс может подлететь, может свалиться вообще там конкретно на дно. И вот это вы уже этот риск берете на себя. Но если ты считаешь, что, например, тот же эфир будет в ближайшем будущем стоить 20 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, а я думаю, что он так будет стоить. Сейчас эфир стоит в районе там 3-4 тысячи, играет туда-сюда. Но скоро будет выходить эфир 2.0. И в любом случае эфир у нас подлетит. Так вот, твой интерес, как участника здесь, в том, что ты хочешь себе добыть именно эфир, намайнить с расчетом на то, что эта монета подлетит, и ты на этом заработаешь, на курсе. А компания не хочет заниматься тем, что будет там эфир дороже, будет дешевле. Они занимаются, так сказать, технической частью. Найти помещение, поставить, купить эти асики, воткнуть, дать возможность тебе этим заниматься и просто получать 100% заработок каждый день. Все. Ты арендовал, он получил деньги, и все, больше он не хочет возиться. Тут, понимаете, ты не хочешь возиться с оборудованием, нафиг тебе это вообще не сдалось, там, искать там эти асики, электричество, подключать это все. Или ты не хочешь в этом вообще разбираться, да? У тебя же есть такое желание, тебе это нафиг не нужно. Но ты понимаешь, что тебе нужен эфир, и курс поднимется, ты на этом хочешь заработать. Вот. Это твое желание. А желание компании, они не хотят возиться с этими криптовалютами, они очень хорошо разбираются в оборудовании. Установить, найти электричество, помещение, может, у них там склад есть свой какой-то большой, который им там достается подешевле. И они занимаются этими вопросами. Так что у компании свои какие-то заморочки, свои желания, свой вид заработка. А у тех, кто хотят крипту, свой формат заработка. И вот такие платформы дают возможность состыковаться вот этим людям. Кто-то предоставляет оборудование, а кто-то добывает крипту. Но ты платишь аренду за то, что ты добываешь. В общем, вся суть вот этого всего. Здесь ты можешь зайти, посмотреть разное оборудование, рынок хешрейта. Тут разные категории. Смотря какой ты ASIC хочешь взять, с какими мощностями, производительный цикл, поставщики и так далее. По каждому, когда ты выбираешь, например, там классический режим, ускоренный режим, какой аппарат, какой бы ты там не выбрал, вот можно брать там все, допустим, да. И ты оплачиваешь определенную сумму за это. Вот какие-то ASIC закрыты, потому что уже в работе. Возможно, там открываются, ты подаешь заявочку и берешь его тоже в работу. И любой из них, если тебя вдруг он заинтересовал, ты просто берешь, к нему подключаешься, оплачиваешь это все дело. Аппарат начинает работать и приносит тебе деньги. Как бы тут все максимально просто. Так, депозит на сервер. Вот, безопасно, без риска. Вывод отправляется на личный адрес пользователя каждый день, безопасно и прозрачно. Сначала верни, а потом поделись. Не возвращайте деньги, не взимайте комиссию за хранение, разделяйте риск с пользователем. Вот товар, разные ASIC можно посмотреть. Депозит на сервер. Так, зона BitMine. Здесь они рассказывают, что у них сотрудничество с BitMine и это максимально есть круто. Ну реально, если какая-нибудь стремная компания, кто будет с ними работать? Вот, если BitMine производит серьезное оборудование и она сотрудничает с BitFuFu, то я думаю, что тут есть что-то в этом. И тут есть раздел о нас. Если вы перейдете, можете более подробненько почитать, что такое облачный майнинг. Вот, реально майнинг с контролируемым процессом майнинга. Здесь все прописывается, что это 24 на 7. 7 круглосуточно оборудование работает. Ты можешь заходить в свой кабинет, смотреть ежедневно, сколько ты зарабатываешь. Вот. Прозрачная безопасность, стабильные активы. Мы предлагаем прозрачные документы, которые вы можете просматривать в интернете, избегая черного ящика. Юридические преимущества. Наши шахты со всего мира, профессионалы, легальные, безопасные и стабильные. В общем, задача этой компании найти вам грамотное оборудование, дать возможность, чтобы вы могли купить, оборудование работало и дать вам стабильность. Все. Вы просто оплачиваете аренду и зарабатываете. Вот и как бы весь расклад. Здесь есть у них СМИ. Можно зайти посмотреть, почитать, поизучать. Короче, информации про эту компанию очень много. Если вобьете там в тот же YouTube, в интернет, можете там загуглить. Раздел помощь есть. Тут тоже полностью все. Как работает BitFuFu, какие продукты, всякие разные акции. Можно зайти посмотреть. Вот. BitFuFu сентябрь для наших пользователей. Пригласи друзей, приобрети план на 60 дней. И вот, например, открываем сентябрь для наших пользователей. Главный подарок. Выполните первый заказ. Награда 1S19i. Бесплатная добыча на один день. Антимайнер. Только для пользователей, которые зарегистрировались с 1 по 25 сентября. Первый заказ сроком о 90 дней и более. Еще один подарок. Эксклюзивно для участников. Больше покупок, больше преимуществ. Скидка 15% на пакет. Плата за вычислительную мощность. Вот такое количество в день. Третий подарок. Это снятие биткоина без комиссии за обработку. Комиссия за вывод 0 долларов. Free. Короче, вот вам, пожалуйста, халява. Ну, я так понял, они тут периодически делают всякие разные плюшечки. Вот и все. Что можно сделать? Да просто зайдите на сайт хотя бы ради интереса. Зарегистрируйтесь. Зайдите в свой кабинет. Поизучайте, посмотрите. Вдруг вам это понравится. И это альтернативный вариант. Вот если меня сейчас спросите, Эдгар, хочешь ты майнить? Как бы вообще хочу. Но, блин, я реально не хочу заморачиваться со всеми этими аппаратами. Сейчас вот нужно сидеть и думать, где этот асик заказать. Блин, закажешь, какое-нибудь говнецо тебе привезут. Вообще, вот как только про это подумаю, уже не хочу. Ничего. Сразу отбивается желание. Вот. Сам майнинг мне интересен, но чтобы это было без подстав. Блин. А так вот закажешь. Конечно, идеально, если бы я заказал оборудование. Оно ко мне приехало. Оно новое. И действительно, то, что я хотел, поставил, работаешь. Оно не сгорит. Да, это все классно, если бы это было так. Но мой лично опыт показывает, что многие мои знакомые заказывают, обламываются, оборудование горит, они что-то чинят, куда-то отдают. Никто не умеет это все чинить. Короче, какая-то возня. В итоге они все уходят в минуса. Это очень большая редкость, что у вас не бушная будет. Вот братан, который в Америке у меня, он купил, он мне рассказывал, как он покупал тоже с Китая, но там производили чисто для американцев вот эти асики. И новые. Он купил это все дело. Потом он тоже, конечно, когда это израсходовал, поставил продавать. Вот. Но он продавал уже бушные. У него эта же компания выкупила. И потом эти асики уже бушные летят в Россию. в России нам продают вот эту херню использованную. И люди покупают, думают, что новое оборудование. Американцы как делают? Они берут новое, используют, отдают, получают скидос, берут опять новое. Вот этот хлам отсылают нам. И как-то, знаете, я живу в России, что-то не очень мне хочется получать какое-то хламное оборудование. В итоге еще уйти в минуса и никаких гарантий, блин. При хорошем раскладе, конечно, все будет прекрасно. Ты заработаешь денег, когда такой сидишь и накидываешь план, такой, сейчас я разбогатею, так, примерно такой асик будет манить столько-то времени, а потом, бам, у тебя замыкание, твой асик сгорел. Весь план твой, все, уже не работает. Так что, для меня, если и заниматься, то это нужно, ну, хотя бы какой-то, вот такой, альтернатива должна быть. Облачный майнинг, где ты этим всем больше не страдаешь. Зашел, оплатил и пусть майнится. Вот так вот. Напишите в комментах, что вы думаете, может быть, кто-то из вас уже на этой платформе майнит. Вот. порекомендуйте что-то, на какие вы тарифы там выбираете. Вот. Мне тоже это интересно. Хочу этим заняться. Возможно, потом буду делать какие-то видосики, если будут двигаться в этом направлении. Вот. было бы интересно послушать, что вы про это скажете. В общем, это отчасти видео рекомендация, как бы с другой стороны это ответ на ваши вопросы, стоит ли заниматься майнингом или нет. И где это делать. И еще одна часть это от меня вопрос к вам. Возможно, вы этим занимаетесь. Что вы мне порекомендуете? А то только я чего-то там рекомендую. Тоже рекомендуйте, ребята. Может быть, вы уже касались этой платформы и уже что-то зарабатываете. Если зарабатываете, скиньте мне в вашем кабинете. Сколько вы тратите денег и сколько в итоге получается. Ну, я думаю, что в любом случае здесь ты будешь зарабатывать. Это смысл этой компании развиваться, если ты ничего не заработаешь. По-любому арендуешь, по-любому зарабатываешь. Так что оставлю ссылки в описании, кому интересно. Заходите, изучайте. Жду от вас ответа. Увидимся. Все. Смотрите,